Меня зовут Абрамов Егор Геннадьевич, я представляю Первое экономическое издательство. С конца прошлого года мы проводили достаточно большое исследование, которое касалось перечни ВАГ. Мы перелопатили огромное количество источников, провели уйму другой работы, для того, чтобы сейчас эти результаты изложить максимально кратко. Итак, доклад касается перечни ВАГ и проблем оценки журналов, входящих в него. Мы знаем, что к перечню есть очень много претензий по качеству журналов, но претензии есть ко всем перечням, в том числе к Web of Science и Scopus. Но там они хотя бы что-то делают. Поэтому вопрос возник простой. Что из этого мы можем сделать относительно перечню ВАГ, чтобы повысить качество? В источниках, в научных публикациях, которые казались оценки журналов, есть разные варианты решения. То есть упразднить перечень ВАГ как ненужный, заменить его на список журналов RSCI на платформе Web of Science. Но, к сожалению, рекомендаций о том, как повысить качество, было меньше всего. Результаты этого исследования уже опубликованы в журнале «Научная периодика». Можно с ними ознакомиться. Я не буду на них останавливаться подробнее. Итак, какой же путь из этого можно выбрать? Мы решили посмотреть на разные варианты. Можно ли вообще отказаться от перечни ВАГ? Прозвучали такие предложения. Но мы решили, что вряд ли стоит это делать, потому что это единственная база данных, сформированная с учетом экспертных оценок, которая ориентирована на национальные потребности. Потому что все остальные списки журналов, они все-таки ориентированы на потребности международные. И здесь может возникнуть та самая проблема, когда журналы, пытаясь войти в международные базы данных, будут стремиться именно войти в список, а не повышать качество журнала. Можно ли, например, заменить перечень ВАГ на RSCI? Тоже возник хороший вопрос. Недавно эта тема активно обсуждалась. Но, к сожалению, если взять количество защит, которые у нас происходят каждый год, то списка журналов RSCI просто не хватит. Мы посчитали количество защит по экономике. В 2020 году всего вышло на защиту 525 аспирантов и докторантов. Это значит, что как минимум каждому из них нужно по 3 публикации. В итоге, вы можете посмотреть подробнее все расчеты в презентации. Но, учитывая, что в журналах из RSCI в среднем публикуются не больше 6% аспирантов, то для того, чтобы опубликовать все статьи аспирантов, необходимо увеличить RSCI примерно в 19 раз. То есть мы получим вместо 26 журналов 494. Сейчас в перечне ВАГ 455 журналов по экономике. То есть даже чуть-чуть меньше, чем требуется. Можно ли повысить все-таки качество журналов, входящих в перечне ВАГ? Ну, наверное, стоит попробовать, потому что что нам еще остается делать? В конце концов, у нас есть все-таки некий список, есть инструмент его формирования. Но как это сделать? Мы посмотрели, какие инструменты используются при формировании других баз данных, какие проблемы могли бы быть при формировании перечня решены. Одна из проблем в перечне ВАГ в том, что он совмещает две конфликтующие функции. В 2001 году он был создан как список журналов для публикации статьи аспирантов и докторантов. Но сейчас, к 2021 году, он является ориентиром для защиты в гораздо меньшей степени. И в большей степени на него ориентируется при публикации текущих исследований. Это в разы больше публикаций, чем их нужно для защиты. И одно из предложений, например, просто разделить этот перечень на два, чтобы каждый из них развивался в своем направлении. Это не революционная идея. То есть такой принцип уже используется, например, в МГУ имени Ломоносова. Там действительно есть два перечня журналов. Один для публикации работ диссертационных, и один для публикации текущих исследований. Это то, что можно было бы использовать. То есть перечень журналов для публикации статьи аспирантов и докторантов мог бы иметь более консервативную стратегию. Он должен соответствовать номенклатуре, поскольку он связан с защитами, а защиты всегда ученой степени присваиваются в соответствии с номенклатурой специальностей. При этом второй перечень для публикации текущих результатов исследований может иметь более прогрессивную стратегию. То есть он не должен быть привязан к перечню. И там журналы должны оцениваться не столько по прошлым заслугам, не столько по уровню текущей экспертизы, сколько даже, возможно, по каким-то будущим ожиданиям. Что это могло бы быть? Например, оценивать журнал не только по соответствию его критериям, каким-то формальным критериям, но новизну его целей, его тематической области. Это то, что делается всегда при включении журнала в международную базу данных. То есть тот вопрос, который нужно задать при оценке журнала, не столько, насколько журнал соответствует каким-то формальным требованиям, а что нового журнал может привнести в базу данных. И вот этот вопрос, на мой взгляд, недостаточно сейчас поднимается при включении новых журналов в перечень ВАГ и при оценке журналов, уже входящих в перечень ВАГ. Из-за этого у нас очень много журналов дублируется по своей теме, они конкурируют между собой. И в то же самое время журналы по новым актуальным направлениям исследований просто не могут пробиться в этот перечень и получить этот необходимый знак качества. Просто потому, что они не соответствуют номенклатуре. И последнее решение – это использовать оценку по нижней планке журнала. То есть я попытаюсь это объяснить более простыми словами. Сейчас, когда каждые 5-7-10 лет проводится переоценка журналов, входящих в перечень ВАГ, то они оцениваются экспертами по неким своим формальным критериям. Каждый эксперт может дать положительное или отрицательное заключение к какому-то журналу, исходя из своих предпочтений. При этом можно исключить журналы, которые находятся где-то в середине. И при формальных целях сократить перечень ВАГ на 10-20% эта цель вполне достигается. Но уровень журналов перечня почему-то не повышается. Вот как раз из-за этого. А может быть просто изменить к этому подход. То есть не просто сравнивать журналы между собой, а целенаправленно в каждой отрасли искать, условно говоря, худший журнал. То есть аналог того, что есть в скопусе и называется системой радар. То есть смотреть какие-то отклонения от нормальных показателей, создать некую площадку для обсуждения этих вопросов. Например, какой журнал мы считаем худшим в какой-то области и по каким критериям. Это очень важно. Дальше можно создать какую-то рабочую группу, которая могла бы проверить, насколько журналов попадает под этот критерий, насколько этот критерий действительно является важным. И стоит ли поднимать вопрос о том, чтобы как-то предупредить журналы о том, что их уровень нужно повышать. Тогда возможно два варианта. Либо этот журнал повышает свой уровень, либо этот журнал может быть исключен из перечня. Таким образом, общий уровень перечня можно будет повысить. Поэтому необходимо продолжить обсуждение этого вопроса. Это только результаты исследований, пока без каких-то решений. То есть я могу пока констатировать, что перечень ВАГ все-таки необходим. Уровень необходимо повышать, поэтому необходим какой-то диалог. Поэтому количество обсуждений должно только расти в будущем. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть какие-то предложения по организации круглых столов, по организации каких-то других мероприятий, пожалуйста, пишите. Вот мои контакты. Спасибо.